Полувековой юбилей сочинский почтамт отметил в кругу своих клиентов и коллекционеров филателии. Сергей Демин за юбилейным конвертом приехал из Краснодара, а заодно и написал ретро-письмо настоящим гусиным пером. Такая уникальная возможность сегодня предоставлялась всем желающим. Сам коллекционер прибыл не с пустыми руками. Сюда он привез полторы тысячи экземпляров филателии. На организованном им стенде первые почтовые карточки и конверты. Но самая из них изюминка, это представляют 50-е и 60-е годы прошлого столетия 20 века, на которых изображены виды города Сочи. Также имеется сочинский почтамт. И это все сейчас уже является самой такой историей нашего города, прекрасного города, курорта Сочи. Письма живы, живут и будут жить. У нас уже заложено в человеке. Написать кому-то весточку и отправить почты – это самое приятное, что есть у нас в сегодняшний день. Для увековечивания юбилея конверт с изображением здания сочинского почтамта, построенного в 1965 году, выпущен миллионным тиражом. И сегодня же, после церемонии гашения, он вышел в обращение по стране. Штемпер для гашения марки служит всего один день. Конверт же стал филателистической редкостью. Все уходит в историю, но работа самой почты постоянно движется вперед. На смену старым технологиям приходят новые. Почта остается взаимоувязанной сетью страны, взаимоувязанной сетью мира. Потому что каждая последняя миля работы почтовиков – это человеческий фактор. От сердца к сердцу, из рук в руки. В рамках празднования юбилея почтамта в этот день также состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи». Девять операторов, в том числе из Адлера и Сочи, в реальном времени с реальными клиентами выполняли практические задания под контролем независимых экспертов. Быстрее, правильнее и вежливее всех оказалась Диана Саркисян из Краснодара. Всего на территории Краснодарского края работает 1253 почтовых отделения. Буквально через два месяца у краевых работников связи очередной праздник – юбилей, только уже вековой, отметит Краснодарский почтамт. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.